ну давайте представим что вы насмотрелись моих роликов и решили что все что я говорю правильно и начали что-то делать для себя какие-то выводы и сегодня я вкратце дам философскую подоплеку того что вам нужно конечно же для начала знания недаром книги на заставке это важная вещь однако первое самое основное это запаситесь терпением поймите что в самом начале будет очень тяжело я хочу вам рассказать притчу которая собственно говоря и создала для меня возможность терпения очень давно я прочел как какой-то принц попал в высокую башню в темницу да и его девушка решила его спасти и вот долго он думал и у него ничего не было кроме паучок ему сплел как это называется паутинку да паучок паутинку надо же как как вы видите да что значит грамотность и вот он эту паутинку значит потихонечку с этой башни спустил и она для того чтобы ну со временем привязать канат вначале она очень тоненькую тоненькую шелковую вообще невесомую он подтянул шелковую значит ниточку уже легче шелковой ниточки она привязала нормальную ниточку он подтянул нормальную ниточку потом бечевку он подтянул бечевку потом она веревку и вот так потихонечку потихонечку он сумел подтянуть уже канат не пытайтесь решить вопросы быстро сделайте самоисцеление своей философией сделайте так чтобы ваше самоисцеление шло на пользу соответственно вашей духовной работе а они друг друга совмещают смотрите вы бросили кушать хлеб вы уже похудели например да или вы стали более аскетичны вы уже смотрите а у вас какие-то трансцендентные сны начали сниться или вы начали воспринимать что-то более остро то есть потихонечку вы начинаете переходить другое качество совершенно вот жизнь становится другой у вас появляется какая-то определенная цель ничто не бывает просто так все бывает для чего-то вы для чего-то смотрите мое видео потом для чего-то вы себе решаете то может он и что-то толковое говорит да может быть действительно я проживу лишних 10-15 лет и буду над собой работать а может и действительно существует вот этого четвертое измерение которого я могу добиться да а может быть действительно инкарнационные процессы стоит прекратить а может быть действительно после смерти есть жизнь все это очень важно а главное вы подумайте а может быть мне не стоит жить с этим человеком которым я живу сейчас может быть я все-таки перейду так сказать в какое-то понимание что мне надо правильно делать а что мне не надо правильно делать поэтому используйте все не торопитесь никуда и поймите самое главное для вас это работа над собой на сегодня все не знаю если если а не в в Продолжение следует...